Садово-огородный участок Алуяского лицея занимает площадь почти 3 гектара. Кроме того, на 5 гектарах выращивают картофель. По словам заместителя директора учебного заведения Альфии Якуповой, в этом году коллектив надеется на хороший урожай. Из плодов виктории и малины уже сварили 105 литров варенья. Чай заморозили, чтобы готовить компоты. Солят огурцы, помидоры, кабачки. Планируют заготовить в 103-х литровых банок солений. Хорошо уродился в этом году лук. Рассчитывают собрать около двух тонн. В начале лета был хороший урожай виктории, а потом малина. Все эти ягоды, из всех этих ягод мы сделали варенье для детей и заморозили несколько, некоторую часть. Потом началась пора огурцов, помидор, кабачков. Вот начали соленья. Уже где-то свыше 30 банок у нас соленья заготовлено. В целях недопущения распространения коронавируса в этом году Алуяский лицей не привлекал учащихся к садоводческим работам. Все делают сами педагоги и техперсонал. Весной каждому работнику отвели участок, за который тот должен отвечать до уборки урожая. Дальше мы начинаем уже собирать урожай свеклы, моркови, а потом уже картофель. Всю эту работу мы выполнили только силами коллектива, учителей, всех тех персоналов, всех персоналов, кто у нас работает в лицее. Так как привлекать на трудовую практику учащихся такой возможности нынче не было. С нового учебного года татарстанские школы должны перейти на бесплатное питание учащихся начальных классов. В Алуяском лицее в первом-четвертом классах будут учиться 32 ученика. Руководство лицея напомнило, что овощей и фруктов, выращенных на своем участке, хватит на весь учебный год. Кроме того, часть урожая, как и в прошлом году, готовят к продаже на ярмарках. Дополнительные доходы будут направлены на приобретение снаряжения и проведение внеклассных мероприятий для учащихся. Продолжение следует...